А вот жители многоквартирных домов в нефтяниках уже не могут разобраться в своих квитанциях. В них добавилась еще одна строка вознаграждения ОАО «Омскводоканал». Мы разобрались, что за подарок должны люди делать коммунальщикам, во сколько это обойдется в ситуации, разбирался Данила Выжевский. Наталью Бурцеву в этом месяце сотрудники почтового отделения шокировали. У женщины не взяли деньги за коммунальные услуги. Дело в том, что в квитанции появилась странная строка – вознаграждение «Водоканалу». На почте денег не взяли. В общий итог взяли за газ и за жилье. Они вычеркнули общий итог, поставили другую сумму, какую положено, 108 рублей, они убрали. Говорят, мы оплачивать у вас, брать квитанцию-то не будем, оплачивать не будем. Вы разберитесь, за что вы это оплачиваете. Вот поэтому мы, наверное, и разбираемся. Наталья пошла к соседям. И оказалось, такие квитанции получили жильцы сразу нескольких домов. Всех их обслуживает одна управляющая компания – «Солнечный город». Там говорят, деньги с людей они брать вынуждены. «Водоканал» по договору требует платить за печать квитанций, в которых включено ОДН – газ и содержание жилья. 18 рублей 7 копеек в месяц за листок бумаги. Итого за неполный 2016 год чуть более 108 рублей. С нескольких домов набегает приличная сумма – несколько десятков тысяч рублей. «Водоканал» нам счета выставил только в апреле 2017 года. То есть мы даже не знали расчет и стоимость этой услуги на период 2016 года. Но когда в 2017 году счета пришли, это 18 рублей, еще раз повторяю, с одной квартиры, у нас в структуре платы эти деньги не были заложены. Но вот в «Водоканале» говорят, договор не обязателен. А квитанции вполне могла бы печатать и сама управляющая компания. Как это и делают десятки коммунальных организаций в Омске. Но в «Солнечном городе» предпочли переложить эти обязанности на «Водоканал», а затраты – на жильцов. В июле прошлого года представители управляющей компании «Солнечный город» письменно обратились в компанию. В своем письме они просили заключить два договора. Один – договор на оказание услуг водоснабжения и водоотведения, а второй – это агентский договор о начислении приема платежей физических лиц. Это не обязательное требование. Этот договор был заключен по просьбе, по поручению, по просьбе управляющей компании. Жильцы уже обратились в жилищную инспекцию. Люди считают, что не должны доплачивать за нежелание коммунальщиков выполнять свои обязанности. Данила Вжевский, Сергей Степанишин, Александр Рябуха. Новости здесь, Омск.